Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Мы с вами на библейском портале экзегет. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Тобыкин. И мы с вами продолжаем читать третью книгу Маковеев. Сегодня четвертая глава в предыдущих главах. Царь, которого Бог не пустил в Иерусалимский храм, решил уничтожить всех евреев в своем царстве и издает указ. И евреев начинают собирать по всему Египту. Можно понять из текста, что это происходит только в Египте. Собирают по всему Египту и отправляют на мучения в Александрию. Итак, четвертая глава. Читаем и толкуем. Везде, куда приходило это повеление, то повеление, которое издал царь, у язычников учреждались народные пившества с радостными кликами, как будто закореневшая издавна в духе вражда, теперь обнаружилась дерзновенно. А у иудеев началась неутешимая скорбь, горький плач и рыдание, ибо жгли сердце, достигшее со всех сторон стоны, оплакивающих неожиданную внезапно определенную им погибель. Какая область или город, или какое обитаемое место, или какие дороги, не наполнились бы их плачем и воплями. Язычники, когда узнали о повелении царя, устраивали совместные пиршества, то есть устраивали праздники. Почему? Ну, можно попытаться представить причины этого. Ну, скорее всего, евреи были такой экономической проблемой для язычников, так как у евреев не было своей земли, они не могли заниматься сельским хозяйством. Что им оставалось делать? Заниматься либо торговлей, либо какими-то ремеслами, либо каким-то врачеванием. И, видимо, там они достигали больших результатов и, естественно, составляли конкуренцию. Поэтому такая вот радость, экономическая радость. Возможно, также это и религиозная радость. Евреи, которые не поклонялись языческим богам, могли восприниматься как враги людей. Ага, вот произошло какое-то бедствие. Почему? А потому что вот кто-то не почтил какого-то там языческого бога. А кто не почтил? Евреи. Ну, и поэтому давайте их истреблять, чтобы не было проблем. Потом такое же обвинение было и у христиан. Христиане не поклоняются языческим богам. Ага, что-нибудь произошло. Ну, и такой клич среди язычников. Христиан к альвам. По всему Египту радостные возгласы язычников и горький плач евреев. Читаем дальше. Жестокая, без всякой жалости, они были высылаемы властями каждого города. Так что при виде этой необыкновенной кары и некоторые из врагов, смотря на общее страдание и помышляя о неведомой превратности жизни, оплакивали злополучивших из изгнания. То есть не все язычники были такими жестокими. Гнали толпу престарелых, покрытых сединами, скорбленных от старческой слабости в ногах. И по требованию насильственного и знания бесстыдно принуждали их к скорейшему шествию. От раковицы, только что сочетавшись с супружеским союзом и вошедшие в брачный чертог, вместо ликования начали плачь, посыпали пеплом благоухающие от масти волосы, были введены непокрытыми и вместо брачных песен поднимали общий вопль. Идет такое очень художественное описание вот этого скорбного пути. Сначала перечисляются старцы, затем молодые девушки, которые вместо того, чтобы ходить с покрытой головою после брака, женщина покрывалась. Вместо этого они с распущенными волосами, вместо того, чтобы мазать волосы каким-нибудь ароматическим маслом, они посыпали пеплом. Ну а посыпали пеплом – это знак скорби. А их супруги вместо венков, перевязанной по шеям веревками в цветущем вежеском возрасте, вместо пиршества и наслаждения молодости, проводили остальные дни брака в плаче, ибо под ногами у себя видели открытый лад. Значит, ну здесь такое противопоставление идет, как в прошлом стихе. Место венков – это не те, которые венки на голову, а венки на шею, гирлянды. Ибо под ногами не видели открытый ад. Вот здесь давайте немножечко остановимся, такой комментарий дадим, почему вы используете слово ад. Значит, обычно, когда мы слышим слово ад, мы представляем место мучений. Горящий огонь, который не потухает, червь, который не умирает. Но в Ветхом Завете, вот где стоит слово ад, в греческом тексте там стоит слово аид, а в еврейском тексте стоит слово шоу. И это слово обозначает не сколько места мучений, а то место, куда отправляли все умершие. Оно понималось более широко. Вообще, как бы место, куда отправляли все умершие, то есть это и могила, и пребывание душ умерших. И более узко, как раз шоу, это как место пребывания душ умерших. И вот это выражение «открытый ад», дальше там будет упоминается «врата ада», как бы они стоят на краю могилы. Ну, если бы это сказать современным языком. Ведены они были по подобию зверей, подыгом железных оков, одни прикованы были за шею корабельным скамьям, другие крепкими узами привязаны были за ноги. Кроме того, покрытые плотным помостом, они отлучены были от света, так что со всех сторон окруженные тьмой во все время плавания содержались подобно злоумышленникам. В чем вина этих евреев? Только в том, что они иудеи, больше ни в чем. И вот их отправляют на кораблях, они сидят без света, как будто душу уже умерших, и их везут как преступников. Злоумышленники, конечно, преступники. Когда же они были приведены на место, называемое Схедия, и плавание было окончено, как назначено было царем, тогда он приказал поставить их перед городом на конском ресталище, которое имело обширную окружность и весьма удобно было для примерного поругания ввиду всех, шедших в город и обратно, отправляющих внутрь страны, так, чтобы они ни с войсками, ни в сообщении, ни вообще не были удостоены никакого крова. Значит, здесь упоминается место Схедия, она находилась где-то в 20 километрах Александрии, там вел канал, по которому приплывали эти лодки или корабли, их там выгружали и переводили на ипподром, ресталище, это ипподром. Он большой, он открытый, и их, в общем, сгоняли на этот стадион, и на этом стадионе они сидели. При этом так получалось, что их видели, но подойти не могли к ним, и они находились под открытым небом, это что усиливало их мучения. Хорошо, идемте дальше. Когда это было исполнено, царь услышал, что одноплеменники часто выходят в тайны из города, оплакивает позорное бедствие братьев, то весьма разгнился и приказал и с этими поступить точно так же, как и с теми, чтобы они никак не имели, меньше получили наказание. Значит, в предыдущих главах рассказывается о том, что некоторые евреи подкупали писцов и их не переписывали. И вот, возможно, именно эти евреи, которые выкупили себя, они приходили проведывать своих попавших в бедствие братьев. Царь понимает, что его обманули, и тогда он решает переписать вообще всех евреев, чтобы их полностью истребить. Он велел переписать весь народ по именам, не для тяжкого рабского служения, не задолго перед ним, перед всем возвещаемого, а для того, чтобы, измучив их объявленными казнью, в конец погубить в один день. То есть, сначала царь думал перевести евреев из состояния таких полусвободных граждан, потому что свободные были только греки, греки-язычники, перевести в рабское состояние, но потом он приходит еще больше негодования и решает вообще евреев истребить. И хотя это перепис производилось с крайней поспешностью и ревностным старанием от восхода до захождения солнца, но совершенно окончили не могли в продолжение 40 дней. 40 дней в данном случае, конечно, число символическое, означает достаточно большой период времени, при этом такое немножко гиперболизировано, от восхода до захода солнца переписывали всех евреев. Евреев, конечно, было много. Филон Александрийский, еврейский писатель, который жил на рубеже нашей эпохи, он говорит, что в Египте жило около миллиона евреев. Ну, возможно, так оно и есть. Царь же, чрезмерно, непрестанно предаваясь удовольствию, перед всеми идолами учреждал пиршество и умом далеко уклонивший от истины, нечистыми устами, сфолосове тех, которые глухие не могут говорить или подать помощи, а на величайшего бога произносил неподобающее. Здесь описывается царь, который устраивает религиозные обеды, религиозные празднества, и идет противопоставление. Вот есть идолы, которые немые, глухие, которые не могут помочь, и есть истинный бог, который может сделать. И с одной стороны, царь поклоняется идолам, их просит, им словословит, а на бога произносит хулу. Отчасти вот это описание похоже на то, что было при царе Валтасаре в Вавилоне, перед взятием Вавилона персами. Тоже пиршество, то есть безумное пиршество, на котором использовались чаши из Иерусалимского храма, которые предназначены были только для поклонения Богу, такое нечестие, и это закончилось гибелью царя, гибелью Вавилона и Вавилонского царства. Есть, ну, такой чем-то похожий и, естественно, читатель, который знал историю Ветхого Завета, он, естественно, мог это прочитать. После сказанного промежутка времени писцы донесли царю, что они не в состоянии сделать переписи иудеев по причине бесчисленных множества, при том еще большее число их находилось в областях, одни остаются в домах, другие рассеянные по разным местам, так что сделать это невозможно даже всем властям в Египте. Когда же царь строже угрожал им, предполагая, что они подкуплены дарами и коварно избегали наказания, тогда пришлось осязательно убедить его в том, они доказали, что недостойно их не хартий, необходимы для его письменных тростей. Это было действие непобедимого небесного промысла, помогавшего иудеям. Когда-то Бог обещал Аврааму, что у него будет столько детей, что как будто песка земного. И вот здесь как раз это и получается. Невозможно сосчитать евреев, потому что Бог в книге Бытия сказал, что если можно сосчитать песок земной или звезды небесные, то можно будет сосчитать потомков Авраама. Здесь этого невозможно сделать. Обратите внимание, Бог называется непобедимый. Царь пытается его победить, но у него ничего не получается. И этот Бог помогает евреям. Как Бог поможет евреям, мы об этом узнаем уже в следующих главах. Мы же с вами читали четвертую главу третьей книги Маковеев. Мы с вами были на библейском портале Экзегет. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Спасибо за внимание. До встречи.